Привет, друзья! Видеоканал «Русская Америка». Меня зовут Юрий Моша. Пару дней назад я рассказывал о том, что познакомился с Денисом, который занимается тем, что продает объекты недвижимости, которые он выкупает у банков по просроченным кредитам. То есть сначала он выкупает кредит, а потом делает фрукт-ложа, выселяет тех людей, которые не платят, и потом продает объект недвижимости. И вот мы с ним договорились, я сказал, что мы серьезно хотим заниматься кромфандингом, и начали уже заниматься кромфандингом в Майами. И мы с ним договорились о том, что если у него будут какие-то объекты недорогие в разных штатах Америки, он будет присылать мне информацию, а я буду их анализировать и рассказывать на видеоканале «Русская Америка», ну и слушать, конечно, мнения наших зрителей, которые интересуются инвестициями в американскую недвижимость. И вот первый объект он прислал. Это дом. Находится он в Пенсильвании. Это штат, где город Филадельфия. И дом продается за 29 тысяч долларов. 3 спальни плюс зал, то есть 4-комнатный дом, ну, одна ванная комната. И это размер в квадратных футах, 1254 квадратных футов. Ну, переведите в квадратные метры, а вам будет понятно. Ну, здесь написано, что дом старый, был построен в 1927 году. 30 дней он размещен на этом сайте. И последняя продажа, этот дом был продан, я так понимаю, наверное, как раз вот купили предыдущие хозяева, которые не смогли платить по кредиту. Ну, разные обстоятельства бывают у людей. За 49 тысяч долларов. То есть, видите, сейчас он продается на 29 тысяч долларов. На 20 тысяч долларов дешевле. Вот так вот. То есть, конечно, его купят. И я думаю, что они вот просто снизили цену. Видите, они повышали его. Не повышали, а она была выше, а потом снижали. Вот. Ну, рано или поздно его приобретут. Кто-то сделает ремонт, конечно, внутри он в плохом состоянии. И по той же самой схеме, что и вот Майами мы делаем. То есть, ремонт будет сделан, и дом будет продан дороже. Может быть, за те же самые 49 тысяч. Я не знаю, сколько там денег уйдет на ремонт. А может быть, и дороже, если ремонт будет хороший. То есть, это вот практика такая, она сложилась во всех штатах, когда покупается убитый дом, и инвестируется ремонт, делается улучшение. Происходит вложение денег, и после этого идет продажа. Ну, можно сдать просто в аренду, и будет у тебя постоянный денежный поток. Либо, если ты хочешь оборот денег, значит, пока аренда, пока продается, идет аренда. А потом, когда продался, значит, купил следующий объект недвижимости. Либо там вышел в кэш, заплатил налог и потратил деньги на свои развлечения и удовольствия. Я буду часто делать видео на тему покупки объектов недвижимости, поэтому привыкайте. Наверное, уже многие ушли с канала «Русская Америка», думают, что больше про эмиграцию ничего не будет. Будет и про эмиграцию, но и будет и про недвижимость. Спасибо всем. Если будут вопросы, пишите, звоните. Вайбер, WhatsApp, плюс 1, 646-477-05-00.